Друзья, привет-привет! Меня зовут Ирина Грачева, я участница гонки мини-трансад, единственная участница из России. И сегодня я покажу вам свою лодку снаружи и внутри. Редактор субтитров М.Лосева Корректор А.Егорова Моя лодка это лодка класса мини 6.5, это прототип. Ее официальное имя Канопус, а в гонке она несет название ПАФ. Это название нашего главного спонсора ПАФ Яхтинг Фундейшн. Вместе с моей яхтой ПАФ мы участвуем в гонке мини-трансад. Мини-трансад это гонка, которая состоит из двух этапов. Первый этап стартовал во Франции в сентябре, сейчас мы находимся на острове Ла Пальма, это промежуточный финиш. И второй этап стартует 29 октября и финиширует на острове Гваделупа. На прототипах нам разрешено достаточно много всего, включая новейшие материалы. Моя лодка изготовлена из карбона и она имеет некоторые преимущества по сравнению с серийными лодками. В первую очередь у нас есть качающийся киль, который помогает нам откренивать и который имеет небольшой наклон вперед, что превращает его, собственно, в крыло и помогает лететь лодке быстрее. Чтобы нейтрализовать дрейф, мы используем шверты, которые можно будет опустить на ходу столько, сколько нужно в зависимости от силы и направления ветра. Мачта тоже выполнена из карбона и я могу наклонять ее назад от 0 до 9 градусов, таким образом помогая лодке идти быстрее в нужных условиях. Мое рабочее пространство это кокпит. Я провожу большинство времени именно здесь, это безопасно и все управление происходит из кокпита в основном. С помощью разных веревок, которые можно закрепить с помощью этих стопоров. Для больших нагрузок используются лебедки. Паф оснащен достаточно длинным поворотным бушпритом. Это вот эта вот карбоновая палка, которая при попутных курсах будет выдвигаться вперед и помогать мне нести дополнительные паруса. Это будет выглядеть примерно вот так. Только на серийной лодке 980 бушприт длиной 2,40, а мой бушприт длиной 3,80. Управление происходит с помощью вот такого вот румпеля, который соединен с, собственно, рулями. Один и второй. Поскольку мы гоняемся в одиночку и длинные океанские гонки могут длиться недели, 2-3 недели, нам нужно достаточно много электроэнергии, чтобы работал автопилот и чтобы работали все приборы. Для зарядки батареи я использую в основном солнечные панели. Это очень экологично и эффективно. Они располагаются на вот таких вот кронштейнах, и наклон солнечных панелей можно менять. Внутри моя лодка выглядит достаточно просторно для лодки 6,5 метров. Вот так вот выглядит моя лодка, если залезть в самый нос, в самый форпик. Вы можете видеть, что, в общем, она не такая уж маленькая, не такая уж большая, и напичкана электроникой и всяким разным оборудованием. Пространство в носу достаточно большое. Здесь в основном я храню легкие вещи и паруса, но весь вес, который находится на лодке, все сумки, постоянно перемещаются в зависимости от силы ветра. И в зависимости от того, насколько я хочу дифференцировать или откренивать свою яхту. Каждый шкипер большой ребенок, и я путешествую вот с таким вот китом, используя его вместо подушки. Здесь у меня пустые канистры для воды. Я наполню их водой перед стартом второго этапа. Всего я могу взять 140 литров пресной воды. Сейчас здесь сложены паруса. Всего в гонке нам разрешается использовать 7 парусов, которые мы меняем, опять же, в зависимости от направления ветра и силы ветра. Я с собой беру огромное количество инструментов и спасательного оборудования, которое кладу вот в такие вот жесткие сумки для того, чтобы облегчить их перемещение. И потом эти сумки располагаются в кормовом отсеке в основном, для того, чтобы нивелировать крен и задать определенный дифферент. Вот так вот выглядит пустой кормовой отсек. Когда будет нужно, я положу тяжелые вещи сюда, в эти обвесы. А сама смогу устроить здесь себе кровать, положив подушку и паруса, которые на данный момент не используются. В самой корме или в Эхтерпике вы можете видеть плотик, спасательный плот, который можно будет вытащить через кормовой люк. Здесь же находится актуатор автопилота и батареи. Вся система электрики находится вот здесь. Это соединительные коробки автопилота, собственно, соединительные коробки электрические, главный выключатель. Здесь же располагается некоторое спасательное оборудование, которое должно быть под рукой всегда, независимо от того, ты находишься внутри или снаружи. Тут же я держу ящик для тяжелой еды, фруктов и консервов. Еда и одежда тоже складываются в сумки водонепроницаемые, чтобы всегда быть в сухости и комфорте. Стоять в полный рост в своей лодке внутри я не могу, но могу сидеть на корточках или использовать вот такую подушку, на которой я и сплю. На подволоке я располагаю нужную мне информацию, которая должна быть всегда перед глазами. Какие-то легкие вещи, типа линейки, навигационные зажигалки и дорогие сердцу фотографии и рисунки от детей, которые из-за меня болеют. Здесь же у меня есть чек-лист по экстренным ситуациям. Если возникнет такая необходимость, как покинуть лодку, я буду руководствоваться этим чек-листом. По правилам гонки и правилам класса мини мы очень ограничены в средствах навигации и электроники. Это радио, АИС, этот прибор это мониторинг батарей, контроллер солнечных панелей, GPS, собственно дисплей АИС и дисплей, который отвечает за автопилот и его контроль. Питаюсь я в основном сублимированной пищей, то есть высушенной, которая изначально расфасована вот в такие вот пакеты и в которые нужно просто добавить горячую воду. Воду я согреваю вот в таком вот джет-бойле. Ну что, я надеюсь, вам понравилось и мне в гостях. А следить за моей гонкой можно на сайте minitransat.fr с помощью специального трекера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова